Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря макроэкономические данные из Англии. В частности, речь идет о статистике по рынку труда в 7.00 по GMT относительно скоро. И вообще на этой неделе будет очень много британской статистики, поэтому максимум фокуса внимания на пару фунт-доллар. Мы за ней следим очень давно, но все еще стремимся и пытаемся достичь нашей долгосрочной цели на уровне 1.29-1.30. В 10.00 по GMT выйдет отчет по бизнес-оптимизму ЗЮ Германии. И в 13.30 по GMT еще статистика по инфляции канад. Кстати говоря, за парой доллар-канадец мы не наблюдали очень давно. И предлагаю для разнообразия сегодня, опять же, в свете предстоящего важного релиза, который также определяет монетарную политику канадского регулятора, как отчет по инфляции, например, влияет на действия Федрезерва, добавить канадца в портфель и тоже уделять ему определенное внимание. Ну что ж, индекс доллара, текущей котировки 102.65. Сегодня мы точно можем рассчитывать на более интересные движения, более высокую волатильность. Вчера, по сути, рынки были закрыты из-за дня рождения Мартина Дютера Кинга, праздничный день. Сегодня активности точно будет выше. И, может быть, опять же, из-за праздничного дня волатильность превысит средние значения из-за того, что вчера не было возможности отрабатывать у трейдеров новостной фон и работать с привычными инструментами. Что касается ожидания по доллару, мои прогнозы остаются неизменными. Я думаю, что индекс доллара в конечном счете перейдет к снижению и будет торговаться ниже 102 пунктов. Я также рекомендую вам следить за фундаментальными отчетами, за статистикой. Пока что, к сожалению, релизов практически нет, в буквальном смысле нет. Мы ждем ручные продажи в США. Они выйдут в среду. Это индикатор потребительской активности. Попробуем через ручные продажи еще раз оценить то, что происходит с потребительской активностью, как это может повлиять на будущие показатели инфляции. В целом, с конца прошлой недели у нас резонанс и остаточный такой эффект реакции рынка на данные по промышленной инфляции. Индекс цен производителей снизился с 2% до 1,8% вкупе с снижением базовой инфляции. Я уже об этом говорил. На мой взгляд, это неплохие условия для того, чтобы продолжать закладываться под довозможное смягчение монетарной политики в США уже под конец первого квартала этого года. Пока что инструмент FedWatch Tool подсвечивает, что вероятность снижения ставки в марте 66%. Кстати, контрастирует показатели с тем, что было буквально вчера, когда эта вероятность составляла 70%. Золото, друзья, 2050 долларов за тройскую унцию. Ранее мы обратили внимание на то, что золото становится все более восприимчивым к событиям на Ближнем Востоке. И пришли к выводу, что, скорее всего, защитные свойства никуда не делись и заставляют рынок обращать внимание на активы драгоценных металлов, потому что это традиционные тихие гавани и защитные активы. Учитывая события, актуальные на Ближнем Востоке, именно удар по посольству США в Иране, я думаю, что геополитика сегодня точно никуда не денется. И странно, что золото сейчас продолжает торговаться в районе 250. Я полагаю, что при таком фоне, при именно риске эскалации геополитической напряженности, в любой момент покупатели могут навалиться на этот актив и забросить золото выше 2060 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что вы со мной согласитесь и вряд ли удивитесь, что такой фонд должен, конечно же, оказывать катализирующий эффект на золото и, в частности, также на серебро. Касательно других аргументов, почему золото может расти, они не изменились. Я обращаю ваше внимание на сантимент, на доходность американских облигаций и на доллар. Пока что условия для роста. Европейская валюта против доллара также ожидая восстановления к отметке 1.10. Из последних заявлений и комментариев представителей Европейского центрального банка стоит отметить заявление главного экономиста ЦБ Филиппа Лейна о том, что более-менее понятные макроэкономические условия в еврозоне для того, чтобы можно было уже объективно принимать решение о том, что делать со ставками дальше, сложится только лишь к концу лета. Также вчера член правления управляющего Совета Европейского центрального банка Хольцман на форуме в Даосе отметил, что в текущих условиях Европейский центральный банк не планирует или не имеет оснований вот такие витиеватые формировки для того, чтобы отказываться от текущего уровня ключевой процентной ставки. Ну, здесь, если прям разбирать подробно все комментарии, все сводилось к тому, что инфляционные риски остаются значительными. И из-за событий в Красном море, в целом на Ближнем Востоке, мы понимаем, что есть определенного рода предпостылки, которые могут подстегнуть рост инфляции. Поэтому, если Европейский центральный банк и вот эти вот комментарии Хольцмана, Лейна отражают реальную позицию всего голосующего комитета Европейского центрального банка и впоследствии это подтвердит. А Кристин Лагард, да, ЕЦБ будет удерживать ставку, наверное, как и Банк Англии, буквально до конца этого года. Ставку на прежнем уровне. И снова обращаю ваше внимание на конкурентные преимущества, которые в связи с этим возникают у рисковых инструментов против доллара, потому что сроки смягчения американской монетарной политики, они гораздо ближе. И эти действия будут именно реализованы в более короткой перспективе. Опять же, по Штатам мы говорили о том, что это вполне возможно уже в марте. Сегодня ждем отчета по бизнес-оптимизму в 10.00 по GMT. Это статистика из Германии. Я настраиваюсь на хороший показатель, то, что общий коэффициент и индикатор бизнеса настроений улучшится до 12-13 пунктов после последних данных по промышленному производству и сильного отчета по индексу производственной активности. Для этого есть условия. Британская валюта 1.2677. Ждем развития восходящей динамики. Сегодня и завтра есть для этого катализаторы. Сегодня следим за рынком труда. Уровень безработицы, скорее всего, останется на прежнем уровне 4,2%. Но средние заработные платы остаются крайне высокими. Да, будет небольшое снижение с 7,2% до 6,8%. Но 6,8% это самый динамичный показатель роста заработных плат, который непременно будет удерживать инфляцию высокой. И завтра, собственно, когда выйдут данные по базовой инфляции, я напоминаю, что, скорее всего, базовый инокс потребительских цен останется где-то на уровне 4,9-5%. Это тоже самый высокий показатель среди развитых стран. Именно по оценке инфляции без учета цены на продовольственные товары и цены на энергоносители. Неудивительно, что Банк Англии в таких условиях не может позволить себе отказаться от жесткой монетарной политики. Доллар-канадец. Эта пара сейчас интересна тем, что, пожалуй, это один из немногих инструментов, где я делаю большую ставку на ослабление рискового инструмента и на рост доллара. В частности, сегодня мы ждем данные по инфляции в Канаде. Ождать, что в прошлом месяце инфляция снизилась на 0,3%, базовый показатель может скорректироваться с 2,8% до 2,7%. То есть, нисходящая динамика может как раз позволить Банку Канады отказаться от идеи, либо намерений выйти на еще одно повышение процентной ставки. И это уже ковровая дорога к смягчению экономической политики, которая тоже вполне вероятна в Канаде. И в таких условиях допускаю, что сегодня в рамках торговой сессии, может быть, даже среднесрочно до конца недели, мы еще будем актуализировать именно тенденцию, пара доллар-канадец может превысить отметку 1,35 и нацелиться на уровень 1,36. Доллар-йена 146 йен за доллар. Восходящая динамика сохраняется здесь также. Делаю больше акцент на укрепление доллара против иены, потому что считаю, что именно главным двигателем и триггером этой валютной пары будет слабость именно японской валюты. Очень долгое время мы говорили о возможности начала ужесточения японской монетарной политики, но уже, по сути, середина января, и мы понимаем, что Банк Японии не дал нам ни одного очевидного явного сигнала того, что вообще такая работа и подготовка к таким изменениям ведется. Все сводится к инфляции, и ранее уже руководство Банка Японии отмечало, что может скорректировать политику только в том случае, если появятся предпосылки для усиления инфляции в Японии. Мы понимаем, что этого сейчас нет. Индекс потребительских цен по токийскому региону столицы снизился. В этот четверг выйдут данные общенациональные по Японии. Здесь тоже ждается нисходящая тенденция. То, что показатель инфляции может снизиться с 2,5% до 2,3%. Соответственно, снижение инфляции может позволить Банку Японии оставить пока что в силе стимулирующую политику. Может быть, сейчас в этой политике из-за последствий землетрясения японская экономика очень даже нуждается. Поэтому пока что лонги в приоритете и цели 147-148. Рынок нефти 78,25 без движений. Нефтянка очень странная. Опять же, в связи с событиями на Ближнем Востоке, может быть, какие-то триггеры появятся позже. Я все равно сторонник того, что нефть может перейти к снижению. Бренды WTI. Сантимент просто зашкаливает. Все буквально залезли в длинные позиции. Я допускаю, что только по этой причине можно игнорировать фон и ожидать развития нисходящей динамики. Ждем на этой неделе отчет по запасам нефти США. Он выйдет в четверг. И в среду еще доклад ОПЕК ежемесячный по тому, сколько нефти было добыто и в каком формате. И насколько соблюдаются договоренности по добровольному сокращению добычи. Думаю, что будет интересно. Посмотрим за реакцией рынка. Но, как я уже отметил, приоритет остается нисходящим. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.